Ребят, сегодня в этом видео мы будем с вами учиться играть на Аризоне с помощью ТикТока. И вот помимо всяких лайфхаков и способов заработка, у нас еще будет примерно вот такое. Да, вот когда я посмотрел это видео, я понял, что, наверное, как-то неправильно я все это время играл в САМ. Короче, вы не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на меня в ТикТоке. Хотя, ладно, не надо. Лучше подпишитесь на мой Телеграм-канал, там шутки, по-моему, поинтереснее. Смотрим первое видео. А вы знали, что в GTA San Andreas есть секретные места? И сейчас я покажу одно из этих мест. Это очень крутое место, от которого вы сможете спрятаться даже от полиции. На карте это место находится под мостом Сан-Фьерро. Отправляемся туда. После того, как мы приехали на этот мост, нужно бежать до упора в конец этого моста. Дальше спойлерить не буду, погнали проверять. Да, короче, начать я решил с первого лайфхака. Это лайфхак от полиции. Давайте, в общем, представим. Мы с вами угоняем на машине от полиции. Заехали вот на этот вот маленький мостик. Все, тут у нас тупик. И теперь нам необходимо забраться на эту гору, встать вот сюда. И вот так вот бежать до момента, пока мы не окажемся внутри моста. Все, я, получается, прямо внутри моста. Меня здесь никто достать не сможет. И никакая полиция здесь нам не страшна. Ну, а вообще, если вы угоняете от полиции, можно просто... Оф. Видео номер два. И это уже заработок. Так, ну, я примерно уже понимаю, о чем пойдет речь. Нам сначала необходимо узнать, кто держит казино. Только подождите, а как это сделать? Казино никто не держит. Ладно, у меня есть другая идея. Давайте посмотрим, кто держит центральный рынок. Русская мафия. И, кстати, даже магазин одежды рядом с ним тоже она. Вступаем в эту русскую мафию. Вот такой вот у нас получается русский самурай. Сейчас нам просто необходимо взять вот этот вот грузовик. Выбираем транспортировку денег с бизнесов. И здесь мы ищем... А тут нет центрального рынка. А как так? Ладно, выбираем вот эту вот АЗС-ку с прибылью 500 тысяч. Это центральная заправка в гетто. И, возможно, это будет самая прибыльная вообще заправка на сервере. Здесь у нас уже все понятно. Мы просто загружаем вот эти вот денюжки. Пока мы видим, что у нас загрузилась буквально 1 четвертая вообще от всей вот этой фуры. Давайте выберем что-нибудь еще. Например, вот. Аренда транспорта 700 косарей. А это у нас, кстати, вообще проехать 3 метра. Все. Загружаемся еще разок. У нас теперь баланс 1 миллион 200. Можно загрузиться еще парочку раз и поехать все это разгружать. Так, ну а теперь, ребят, лайфхак от меня. Все это легче делать, если ты админ. Поэтому сначала берите админку, а потом вступайте в мафию. И зарабатывайте. Все, фура полная. Можно спокойненько разгружаться и давайте посмотрим, сколько мы в итоге заработаем. Вы успешно разгрузили 2 миллиона в общак. 15% от этой суммы начислено вам. И это у нас получилось буквально 300 тысяч. Подождите, а в видосе нам говорили по полтора миллиона в час. Ну, в общем, мне кажется, нет. Потому что вот эти вот бизнесы, в которых я только что загружался, их уже нет. Поэтому всех этих бизнесов хватит буквально на 2-3 поездки. И вы в целом заработаете, ну, максимум миллион. Короче, для тех, кто не понял, здесь нам показывают, что если у вас есть премиум випка, то можно как бы не тратить время на поездку обратно, когда вы выполняете рейс. Можно просто встать рядом вот с этим пикапом, взять грузовик и просто установить спаван в этой точке и каждый раз перезаходить. То есть, например, если я просто беру вот этот вот прицеп. От самого начала и до конца я еду на этой фуре на разгрузку. И после того, как мы завершаем вот этот вот самый длинный рейс, нам нужно еще столько же времени потратить на то, чтобы вернуться на базу дальнобойщиков. При этом, когда мы едем со скоростью 80 километров в час. Ну, а так, с помощью этого лайфхака мы научились, что можно просто сделать вот так. И мы сразу оказываемся на базе дальнобойщиков, где можно взять этот грузовик. И вот так вот очень легко вообще не тратить времени на обратную дорогу. Блин, а почему я до этого не додумался, когда я играл на основе и очень часто работал дальнобойщиком? Походу, этот ролик сделал реально Илон Маск. Четвертый видос. И вот он реально очень полезный. Всем привет, с вами Дэву. Сегодня я вам покажу, как можно вылетать из Vice City до 40 минут своего времени. Что вам для этого нужно? Обычный самп-лаунчер. И все. Заходим в обычный лаунчер. Пароль. И тыкаем вернуться на сервер. Вот это действительно полезный лайфхак. О нем я узнал не сразу после выхода Vice City. Но, кстати, если вдруг кто не знает, вам здесь еще может помочь телефон. Если вы вдруг зашли с компьютера в Vice City, и вам срочно понадобилось вернуться обратно на сервер, вы также заходите с телефона и просто... Ну да, я тут как бы заспавнился, но у вас будет просто выбор вернуться на свой сервер и все. Всем привет, с вами Дэву. Сегодня я вам покажу, как можно поднять зарплатную плату в любой фракции на 15% и также формить творцы кастомных аксессуаров. Все, что нужно, это нам заселиться в любой свободный номер от отеля. Можно выбрать любой класс. Если вы хотите формить творцы, то лучше выбирать бизнес-класс. Теперь, теперь каждый Payday у нас будет повышенная зарплата на 15% и шанс на выпадение нового кастомного творца. Так, вот, кстати, об этом я вам честно скажу, я вообще не знал. Давайте сейчас найдем самый ближайший к нам отель, попробуем туда заселиться. Здесь выбираем именно бизнес-класс 24 тысячи в час. Теперь давайте вступим в какую-нибудь организацию, например, на пятый ранг. Вот, теперь я самурай больничный. Насколько я помню, в мэрии можно узнать, какая зарплата, да, у госфракций. Блин, подождите, а давно такие огромные зарплаты в организациях? 360 тысяч. И это получается, что вместе с 15% нам будет приходить 414. Это всего за один час, то есть за один Payday. Короче, через 25 минут посмотрим, если это сработает. Это будет самый гениальный лайфхак за сегодня. Еще немного спустя. Итак, минута до Payday. Сейчас посмотрим, сколько денег нам придет. Так, пришло. И... Так, что у нас получается? Нет, ребят, мне кажется, отель ни на что у нас не повлиял, потому что 360 тысяч как было, так и осталось. Я думаю, что если бы были какие-то плюсы с отеля, нам бы это все сразу бы написало и все было бы понятно. Вот, если что, показываю. Это никакой не монтаж. У меня есть отель. Все, номер бизнес-класса. Но, что-то, в общем, никаких бонусов нам не прилетело, поэтому... Лайфхак не работает. Ребят, всем спасибо за просмотр. Если вы найдете какие-нибудь интересные лайфхаки, способы заработка в ТикТоке, в Ютуб-шортсах, то скидывайте мне их в ВКонтакте или в Телеграм-канале, в каких-нибудь комментариях. Возможно, я сниму продолжение. Это будет уже наша, по-моему, пятая часть. Всем, ребят, спасибо за просмотр и... Увидимся. Ставь лайк, если сегодня кринжанул от видосов ТикТока и Ютуб-шортсов. Дом слетает. По инфе ловлю. Конкурент подъехал. Я забираю. О, я взял дом. Инта прямо точно такая же, как на прошлом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова